Он был обычным автомойщиком. Сейчас годовой оборот его компании более 80 миллионов рублей. Он учит ухаживать за автомобилями, строить автобизнес, при этом сохраняет человечность. Он Валерий Мальченко. В его студиях всегда Мерседесы, Феррари, Ламборгини, Роллс-Ройсы. Пройдите по ссылке ниже и подпишитесь. Будем зарабатывать, учиться и развиваться вместе. Всем привет. Не сидится мне на месте, стройка, стройка. Хочется еще и позаниматься. И вот предложили позаниматься вот такой интересной работой. Поменять вот эти вот расширители на другие. Чисто, вот как говорится, знаете, клиент, вот хочу, другое, есть возможность, почему бы не делать. Сами расширители как бы неплохие. По ширине все нормально. Но они уже старые. Вот эта резинка человеку не нравится. И это заводские переделанные. Сейчас покажу, что он купил. И примерно расскажу, какой объем работы предстоит. Это Nissan Patrol. Не знаю какого года. Но вот такой вот объем работы предстоит. Здесь я уже посидел, поподгонял. Пока что на прихватках. Жду сварочные прутки, чтобы нормально-то можно было обваривать. Но объем работы бешеный. Здесь вот такой вот по высоте он был. То есть урезалось. Остаются такие куски нехватающие. Это все будем доделывать. Тут ширина была такой, что сюда два пальца вот так вот проходили. Сами понимаете. Да, страдает внешний вид. Но что делать? Молдинги пришлось укорачивать. То есть разрезал, чтобы он сюда остановился. И также задний молдинг пришлось укорачивать. Потому что он просто не помещается теперь. Формы подправлять, разные сгибы, высоты подбирать. Криво все сделано. И вот тут вставить заглушку, чтобы не набивалось грязи. Доращивать угол, которого просто не было. Вот тут закончилась, там щель была в два пальца. А здесь особо ничего, кроме вот этого вот разреза, чтобы выровнять высоту. Как-то так. Чем интересна эта работа? Здесь очень много сварки. Именно сварки и подгонки в плане такого творческого подхода. Поэтому будем на следующей. На той стороне покажу все, что я уже сделал здесь. А, ну плюсом, конечно же, консультация с клиентом в режиме реального времени. Вот этот вот расширитель я перерезал три раза. То есть раз форму сделал, не то. Два форму сделал, опять не то. Три форму сделал, все. Угадали. Подходит. Делаем. Начнем работать. Получил я все, что мне нужно по инструменту. Позабирал. Взял расширители. На задних расширителях особо не будет резки. Будет только подгонка стыка. И сравним вот здесь. То есть урезано довольно-таки много. Если брать по ширине, прилично. Процентов где-то 25 я отрезал. А если брать, сравнивать вот эти части, явно видно, сколько убиралось. Из инструмента нам понадобится Паяльная станция. Взял недорогую, но и не самый бомж вариант. Она сразу с паяльником. У меня раньше была чисто паяльная станция. Удобно тем, что можно прихватить и рядом сразу приварить. Взять. Но неудобно тем, что тягать все в куче. Все вместе. То есть как плюсы, так и минусы. Особо я вот это еще не поработал, потому что сварочных прутков у меня не было. Прутки вот я только получил. И также к пруткам получил вот такую вот штуку. Если будет годная штука, оставлю в адрес, где брал. Если бесполезная, то я ее только, скажем так, показал вам. Болгарка с двумя кругами. Один узкий отрезать, другой широкий стачивать боком. Дремель, если я пока не брал махонькую машинку для всех этих подрезочных дел. Поэтому все делаем болгаркой. Нож, ну понятно, там саморезы еще взял. Прикручивать. Первоначально придерживать шуруповерт. Ну и сейчас пооткручиваю на шуруповерте, чтобы быстрее вот эти вот все места. Здесь также сразу снимаем молдинги, потому что их потом все равно снимать и под перекрас готовить. Смотрим, что молдинги тут приклеены криво. Как это можно было сделать, я не понимаю. Ну, по факту, то есть мы переклеим ровненько их. И что еще? И это все, само собой, будет потом в Раптор обрабатываться. Но сегодня мы тестировать будем паяльную станцию, новые прутки и вот эту вот штуковину. Плюсом творческая чуть-чуть работа. По Раптору это будет отдельная тема. Так, поснимал я расширители предыдущие. То, что тут, как и с той стороны, чуть печальная картина с ржавчиной, но это не в этой работе. Это потом в дальнейшем будем переделать. Это надо будет загрунтовать. Оклеиваем примерный радиус скотчем, чтобы пока мы будем совать их туда-сюда, а совать туда-сюда мы их будем часа два. На Рапторе не оставить черных следов. Потому что Раптор хреновенько к этому делал. Ну, они стираются, поэтому зачем лишней работы. Вот это вот вещи срезаем, убираем. У меня огромнейшая просьба к тем, кто работает с машинами, что-то там делает. Да, понимаю, клеят молдинги на вот эти так называемые крокодилы, стекольные клея, кузовные герметики. Ничего страшного, сам такое делаю. Но, блин, люди, пожалуйста, потому что тем, кто потом обрезает, реально они думают, в каком аду вы будете гореть просто за эти вещи. Не делайте точки клея там, где стоят клипсы. Их невозможно срезать. Во-первых, клипсы ломаются, это раз. Во-вторых, ножом ты хрен что сделаешь. И Раптор, любое покрытие можно повредить, пока срезаешь. Реально в аду вам гореть за это, ребята, кто вот так вот делает. Ставьте рядом точки, где-то перед, но не там именно, сука, где клипсы торчат. У меня просто нету слов. Так, идем дальше. Показываю, что будем делать. Вот у нас есть расширитель. Форма, дверь, это с рестайла. То есть на рестайл такого кузова. Мало то, что на рестайл, так тут еще и вырезанные арки. Передние, чуть шире, чем должны быть. Прикладываем примерно по форме. То есть тут с дверью, тут уже нам ручка мешает, видим, да? Не мешает, а карман. Опа-на! Да ладно! Что, камера туда целиком пролезет? Да в легкую. То есть, что мы делаем? Сейчас чисто творческая работа. Мы берем и начинаем обрисовывать там, где нам надо точить. А точить нам надо вот в этом месте. Примерно сейчас покажу, как и с той стороны. До каких пор. Предпоследняя часть расширителя. Опа-на! В ноле остерта. И аж в обратную сторону надо вытачивать. Вот так вот будет ручка тут выглядеть. Скорее всего, чуть-чуть прогреется и подогнется. Но это мы еще перед тем, как начинать работать со шпатлевками, и перетиркой я поставлю резинку тут, которая должна быть. И посмотрю, какая она прилегает. Если резинка более-менее рисует контур красивый, так и оставляем. Если нет, то вот тут буду делать паяльником. Что-то в этом духе прогревать и аккуратно туда его утрамбовывать. То есть творчество будет идти ровно до тех моментов, как с той стороны. Пока не придется взять в руки вот эти вот фуртки с инструментом. Я там снизу отпаивал от винта, от одного, точнее от второго. Тут их два было прикручено, отпаивал саморез. Потому что порог ставили после того, как ставили расширители. А снимать порог, ради того, чтобы подний саморез выключить, но я как-то не горю желание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зад и прикрутил задом, как и с той стороной. Проблемы только в раскосе. Подрез снизу, скорее всего. Но опять же, это покажет, когда поставим вторую часть. Пока что сейчас примеряем вот эту. Как мы ее уже примерно примерили, но точно еще непонятно, где, как мы куда что смещаем. Я там пошел с той стороной, отметил, где у меня начало изгиба дверей, как через отверстие проходит, чтобы хоть примерно понимать, куда выводить. Потому что первую, кстати, поставить легче, чем вторую продублировать. Потому что первую ставишь по факту, подгоняя, а бы получилось выйти на уровень. А вот вторую надо подгонять по факту установки первой. И вот это уже сложнее. Так, выводим. Ох, ёптить. Ох, ёптить. Так, ну ладно. Так, выводим сюда низ, как там. Смещаем к двери. Смещаем опять же низ. И вот еще чем удобен скотч, то тем, что его можно обвести. Вот мы примерно пока что поставили. И чтобы потом опять не выискивать вот эти вот уравниловые. Уравняловые. Так, чуть я уравнил. Край. Сразу отмечаем на скотче наш изгиб. И все. А, так даже сушать ее ровнее стало вам сейчас не видно. Я сейчас прикручу ее, саморезами перехвачу. И покажу, что получилось. Вот спокойно сняли. И дальше уже притулили, опять работая. Мне нравится работать с саморезами с пресс-шайбами. Кто-то может не разделяет это мнение. Но очень удобно в плане всех прикручиваний. Я на обратном ходу чуть проворачиваю сам АБС-пластик, чтобы он меня не подымал. Планку. Если дверь не разобрана изнутри, лучше потихоньку закручу саморезы, потому что я взял длинные, так как разные высоты, чтобы, не дай бог, внутри не попасть во что-то. А там может быть что угодно. Моторы, замки, ручки, стекла и так далее. В общем, получилось. Даже примерно явление. Вот тут можно приподнять выше. То экспериментально опустил. Вот той штукой можно отрегулировать вот этот зазор, кстати. Снимаем по нарисованному. Ой, зазор выровнялся. Уже лучше. Пока что так оставляем. Сразу видно вот эти вот моменты, которые неровны. То есть тут либо низ от двери надо отводить. Но отводить я, наверное, не буду, потому что вот эти винты будут в сильном напряжении, а тут упирать не во что. А делать рычаг на вот этом месте не хочется. Значит, будем вот эту садить. А эту, чтобы садить, она у нас упирается в порог. И вот в эту часть крыла. Я с той стороны только у порога. Я брал так. Я опаивал. То есть сижу, по факту опаиваю. И смотрю, когда она у нас села. Но помня, какой там проблема была с внутренним вот этим отверстием. Его закрывал я. Сначала я закрою вот это отверстие, а потом выровняю вот эту с этой. Потому что я сел, выровнял их. Потом запаял отверстие. И когда запаял отверстие, у меня чуть-чуть... Я в напряжении... Ну, я ее снятой паял. В напряжении спаял. У меня изменилась форма вот этого банана. И я опять там подкладывал, подпаивал, чтобы выровнять высоту. Поэтому сначала сделаем большую часть работы, а потом остаток мелочевку добьем. Та же самая эпопея с передней. Сейчас перетуляем. Понимаем, что она в дохренищем местах не соответствует по форме. Также дотачиваем. И пока что просто перекантрируем саморезами. Все работы по переднему расширителю, подгоночные по размеру, я делал, пока он стоял на машине. Все пропаивал на прихватке. И только потом можно снимать и будет обварен. Так, накинул я передний усилок. Расширок усилок. Выровнял так, чтобы угол фара совпадал с тем. Плюс-минус, самостоятельно. Здесь вот такая щель получается. Вот так вот выглядел и тот расширитель с той стороны. То есть, ну, понятно, что для этой резины это не то, поль то. Сейчас, как я делал вот с той стороны. Я варивал, ну, варивал, впаивал изнутри пластину. Она шире, чем надо. Потом лицевую, чистовую буду докладывать именно сваркой. То есть, вкладываем так, чтобы у нас две части уже стали опять одной. И буду отрисовывать, сколько мне отрезать. Ну, тут я уже пойду с той стороны. Померяю, как идет расстояние. Отложу здесь. Соединю линию болгарки. Благополучно отрежу. И потом покажу, что делаю дальше. Думаю, тут несложно. Несложно для понимания, да, что вырезаем сначала, а потом отрезаем лишнее и варим. То есть, вырезать надо так, чтобы у нас сохранился целый вот этот вот краешек после обрезки. Потому что радиус такой сделать сложно на всей длине. В отличие от вот этого места. Поэтому резать будем сразу там, где у нас должен заканчиваться краешек и потом на плюс-местность погоняем туда-сюда, поотрезаем. Интересная работа такая, затейная. Здесь крыло совсем по-другому пристыковалось. Относительно того, тут меньше срезалось. Возможно, то крыло рифтованное просто в другой форме. Или просто вот эти вот отлиты по-разному. Поляки делают. Поляки это такие люди интересные. Они по-разному делают. Вот, короче, занимаемся. Пока что все на паяльнике. Примерно до таких степеней я обрезал. Сразу прошел, разметил, чтобы уже не возвращаться. Теперь нам надо угадать угол, на котором заканчивается вот это вот бывшее крыло. Для этого я сразу расширитель, тот, который часть вот эту вот резал, разрезал напополам. Потому что, уводя его внутрь, у нас разрывается вот эта линия. Также с той стороны у меня получилось. Обрезал так, чтобы у меня влазило в крыло. Потому что тут лопухи длинные были. Заводим. И внутри берем карандаш и размечаем. Все. Как бы секретов никаких. Вот так вот отрезаем, так, чтобы карандаш остался виден. То есть не повредить сам поворот. И потом прикладываем, провариваем. Все предельно просто. Сейчас еще низ обведу. Низ не убил, где резать. То есть обводим так по максимуму, чтобы нам меньше отверстий потом заваривать, заплавлять. Еще что-то с ними делать. Не без этого, конечно. Но, по крайней мере, вот тут я стык уже проварю. У меня будет латка здесь и две латки сверху. Та же эпопея сверху. Заводим. Ищем. То есть сейчас смещаем. Он был вот здесь. А теперь он будет подниматься выше или ниже. Сейчас глянем еще, как он по спуску. Именно поэтому мне пришлось тут разрезать. И повторяем ту же процедуру. Обводим. И обрезаем. Обрезаем так, чтобы карандаш оставался виден. Карандаш нам повторяет полностью все неровности вот этого вот выреза. Ну и спереди та же ерунда. Подрезал я вот эти вот вещи. Красиво карандашик виден. Обработал ножом все. Поскоблил. Получаем вот такой красивый приятный стык, который будет приятно проваривать. Далее вверх. Точно так же. То есть пододвигаем, чтобы радиус совпадал. Пока что все ставим на прихватки от паяльника. То есть схватываем, прихватываем. Убеждаемся, что все у нас по углам там совпадает, подходит. Далее вставляем внутренние латки в щели. И только после этого можно либо снять, изнутри проваривать, либо уже лицевые швы попроваривать они будут усилены. Сюда можно даже вложить вкладку, потому что подвох какой. Если проваривать все в снятом состоянии, все равно гуляет. Может потом получится так, что при установке будет натяжка какая-то. А это нежелательно. Поэтому сначала прихватываем, проверяем все, просматриваем. Можно на прихваченном открутить, посмотреть никуда ли его не вращает. Может где-то разрез сделать компенсационный. Потом прикрутить на место, обварить хотя бы процентов 40 сильных сторон. Обварить по месту. А остальное уже внутренку можно проваривать на столе. Так, поэтому пока что паяльник в зубы. И вперед. Я за что люблю такие работы? Они спокойные. Все размеренно. Ничего не должно никуда торопить. Потому что это, еще раз повторюсь, работа такая творческая. То есть тут из практических навыков и знаний только работа отрезанным инструментом. А работа сварочным вот этим аппаратом и паяльником. Остальное это то, как вы видите итоговую картинку. Только так. Это что касается подгонки. Что касается покраски, это не в этом видео. Там отдельно. Тут по этим расширителям есть один огромнейший подвох. В плане покраски. Это здесь делал все. Пощупал он жесткий. Никуда ничего не играет. Когда прикидываем по месту зазоры небольшие. То есть те, которые винтами были прижаты у меня изначально. Такие зазоры и остаются. Это значит, что можно теперь смело все обваривать. Я его сейчас наживлю на место. И пройдем вот эти вот основные лицевые швы по радиусу. Плюс усилители прихватим. Потом снимем, развернем изнутри. Все проварим. И уже аж только после этого будем заниматься декоративными вот этими латками. Дело к сварке не близится. У нас есть ПП. Но это не наш пластик. Это я взял для других целей. И АБС. Положили мне АБС два варианта. Говорит, попробуешь какой-то из них. Должен быть по идее лучше. Специально взял по 100 грамм. А нет. Вот это 50 грамм. Вот это 50 грамм. Всего 100 грамм. Определиться какой лучше, какой не лучше. Говорит, универсал. Он такой средний между всем. Но подходит ко всему. Вот этот АБС, говорит, может к твоему пластику подойти лучше. Я, кстати, общался с представителем этой компании. Попросил, чтобы они подумали о том, чтобы провести такой дневной семинар для нас. Чтобы показать, как правильно варить, как правильно не варить и так далее. Но мне сказали, что эти дела платные. Но я им предложил условия. Они сказали, мы подумаем. Но ему было очень интересно к не попасть. Так, поставили на место. Сейчас греется паяльник. И паяльником делаем фаску такую. Можно это сделать механическим способом. То есть взять фрезу и пройти фрезой. Но мне удобнее паяльником. Мы снимаем верхний слой пластика, который имеет загрязнение, окисление, формовочные всякие примеси, срань и так далее. Так у нас будет качественнее происходить сварка. Можно, конечно, проварить насквозь. Но лучше все-таки очистить, зачистить, по крайней мере. Вот этот верхний слой. Так, приварил я два прутка разных АБС-Универсал и просто там, где написано АБС. Сейчас проверим, кто что сильнее поддержит. Первым приварил этот. Все уже остыло. Тут еще теплое. Попробуем тот, который остывший. Ну, скажу так. Он уже там движется все. О, оторвал. И оторвал немного с поверхностью. Ну, приложил такую нормальную силу. Единственное, что я забыл. Это почистить прутки вот здесь. Только сейчас об этом подумаю. Пробуем этот. Тоже крыло ходуном ходит. Но этот оторвался легче. Именно от этого пластика. Поэтому работаем с теми. Только надо не забыть, как я вот тут зачистил. Сам пруток почистить. Потому что они что же в окисли. Вот так вот определяем, что лучше держит на отрыв. И сейчас еще попробую вот эту вот штуковину. Сейчас я ее попробую сначала тут на кусочке. Потом вам покажу, чтобы не тратить время наше зря. Ну, такое, знаете, первое впечатление. Сейчас отключу. Покажу ее поближе. Смысл как бы такой. Вот эта треугольная штучка. Туда вставляется пруток, который прогревается струей воздуха. И припечатывается вот этим вот краешком. Он нагревается не так сильно, чтобы пруток к нему прилипал. Но я там кусок проварил. Пруток не прилип. Попробуем. Ну, понятно, первое впечатление сложное. Да еще и стоя, скажем так, когда стоит все на месте тут. Так, выводим. Прогревается краешек прутка вместе с зоной, где мы будем варить. Сейчас на камеру, конечно, ни хрена не видно. Но не спеша. То есть я пока что придерживаю рукой пруток. Как бы придавливаю. Удобно тем, что можно как бы придавливать в плоскость сразу. Но я ожидал, что он будет его вообще полностью сам за собой подтягивать. Но пруток надо все-таки рукой чуть-чуть поджимать. Потому что он стремится как бы оторваться. Но опять же, у меня вообще навыка работы с этой штуковиной ноль. Поэтому нельзя сейчас пока что хоронить эту вещь. Вещь очень интересная. Я ее купил, посмотрев лишь по фотографии. Я сразу понял смысл ее действий. То есть что, зачем. И захотелось попробовать. Хорошо тем, что происходит, получается, вот именно в этом происходит равномерный прогрев. И плоскости, которую мы варим. И прутка. Нет вот этого вот колебания, когда мы вручную отдельно провариваем. Но огромный минус, что я ни хрена не вижу конкретно точности сварного шва. То есть я его примерно ощущаю. По ширине паяльника. То есть я иду, в принципе, по ширине паяльника. Там в тот миллиметровый зазор, по сути, можно ничего и не увидеть. Но шов получается красивым, ровным. Это меня как бы радует. Сейчас я вот тут попровариваю, сниму, на стол положу. Там будем испытания доделать эту штуковину. Так, попробую руку убираю. Вот моя вторая рука. Варим исключительно самим этим аппаратиком. То есть я ее сейчас как утюг, в принципе, использую. Не знаю, правильно это, неправильно. Может кто пользовался такими штуками там в комментариях. Отпишутся, я уверен. Я реально первый раз заметил ее вообще. Я нигде раньше не видел. Ни у кого я раньше не видел таких штук. Неуфюлин полимер, которые сейчас себе разрекламировали, якобы уникальнейшие. Нигде. Ну, надеюсь, эти ребята, которые продали мне прутки эту штуку, согласятся не то, чтобы провести обучающий день для нас. Ну, глянем, как пойдет. Так, придерживаем, потому что разогрела сварку и отвалилась. Все, как раз и пруток, он закончился. Один сантиметр выкинул. И сварочный шов у меня полностью закончился. Я сейчас низ подержу, чтобы он остыл. Ну, в общем, получается, шов довольно-таки красивый. Красивый, ровный. Ну, сейчас покажу. Вот тут есть одна разница. Одна разница. Здесь до этих пор, до этих пор я подталкивал пальцем. Шов такой толстенький. Здесь я уже начал тянуть самостоятельно. Шов тут стал тоньше. Дальше вот что-то стал опять толще. Может, я угол как-то угадал. Но, в принципе, можно сказать так, что если одной рукой держать, то второй рукой вот такими подающими движениями можно заваривать. Первый, конечно, у меня вообще получился урода. Ну, ничего, изнутри проварим. Снаружи чистим, еще один надо подварим. Потом шпатлевку все равно будет. Теперь, ну, этот, наверное, сейчас тоже тут закончу. Теперь можно будет смело снимать его, класть на стул, проваривать изнутри все, потом ставить на место и уже вот эти вот штуки ладнать. Здесь очень важно не забывать о таком моменте, как температура сварки для каждого конкретного пластика. Для АБС это 350 градусов. Вообще, есть таблица для сварки пластиков. Открываем ее и смотрим, что там указано. Пластик, пруток и пластик, поверхность, которую мы провариваем, плоскость, должны прогреваться примерно одинаково движением то в сторону прутка, то в сторону плоскости, по 5-10 миллиметров в каждую сторону. И придавливаться пруток должен с усилием, ну, до 2 килограмм примерно. Так, чтобы 90% прутка находились в пластике, который мы свариваем. Просто можно приварить пруток так, что он почти весь будет снаружи. Да, он будет там держаться, но он не будет держать те поверхности, которые мы сварим, то есть ту трещину. И в итоге работа выполнена бесполезно. Температурный режим должен подбираться очень точно. Иначе пластик можно перегреть, он становится хрупким. И в этом месте, где мы варили, возможно, либо разлом, либо просто образование трещин в дальнейшем. Если не догреть пластик, то процесс сварки не доведен. Это тоже все плохо. То есть тут важна точность. Так, продолжаем. Продолжаем заканчивать. Сейчас покажу, что было сделано вчера. Вчера было сделано следующее. До часу ночи я закончил передний левый и передний правый расширители. Начал в пол четвертого примерно дня. Закончил в час ночи. Это получается 9 с половиной часов. Я исключительно варил. То есть подгонял и варил по сути два расширителя. Потому что задними расширителями я занимался буквально там полчаса. Из вот этих 9 с половиной часов отсюда и сложность работы и оценка работы складывается. По поводу вот этой штуки. Приловчился я к ней. Есть свои плюсы, свои удобства там, где есть доступ к ней. А удобно еще тем, что пруток вырабатывается в принципе в ноль. Все проварено со всех сторон. Вот этот вот ABS пластик, на котором он набитый якобы ABS. Но какой-то он то ли перегретый ABS, то ли хрен его знает. Короче, он сложно варится. Даже двумя пробовал разными прутками ABS. Все равно сложно варится. Ну, проварил. Все крепко, все держится усиленно по два слоя везде. Каждый из слоев проварен по-своему. В общем, мощно. Остается дошлифовать это. То есть дошлифовать и будем готовиться к покраске. Но это в следующем видео. Там свои, как говорил я, сложности, нюансы. Сейчас доварим здесь остаточки. Покажу, как вот этой вот насадкой реально удобно работать. И почему именно ей вот в этих вот местах. Вот прямой шов дальше, где широкий. Это уже вручную широким прутком. А там, где узко, сейчас поработаем еще ей. Сложности в работе реально никакой. Ну, как обычно, чуть-чуть сноровки и вперед. Огромное преимущество у этой насадки тем, что угол постоянно одинаковый. Не надо отгадывать угол. Скорость, получается, тоже постоянно одинаковая. Нету никаких провалов и искривлений вот этого прутка. В отличие от того, когда мы наносим вручную. То есть пруток, он просто не подомнется, пока он полностью не прогреется. Вот он полностью прогрелся, и тогда он нормально падает. И мы его можем вложить и придавить. Все, я, в принципе, вторую руку упер в коленку, там положил на стол, держу деталь. И чуть-чуть приподнимая, кстати, получается просматривать, что там происходит. Приподнимаю, пруток прогревается, я его опять сажу. Скорость медленнее, чем вручную, но проварка, по моим ощущениям, лучше. И шов красивее и ровнее, потому что мы каждые полтора-два миллиметра, переступая его, придавливаем, придавливаем, охлаждаем, придавливаем, охлаждаем. Пруток к вот этому носику не прилипает. Я вот этим носиком проложил где-то десяток этих прутков. Все нормально. Я вот даже постараюсь сейчас отстегнуть камеру одной рукой. Всем привет. И показать, что там происходит. И шов получается одинаковый, равномерно выступающий. Все красиво, все ровненько. Ну, как обычно, главное, чуть-чуть приловчиться, никуда не торопиться. И все будет гуд. Очень сложно вот эта работа в плане времени, потому что очень много творчества. которые потом все еще надо обварить. Обпаять и обварить. Так, дошли, в принципе, до широкой части. Прогреваем, убираем вот эту штуку. Берем паяльник. Я паяльником стал обрезать. Ну, уж очень это удобно. Край сейчас я не заплавляю. Беру дальше широкий руток. Эту штуковину снимаем. И дальше уже вручную. Я думаю, даже для широкой штуки должны быть такие насадки для сварки. Было бы вполне удобно. За насадку я отдал 20 долларов. Ну, там плюс доставки, все платежи. Ну, насадка с заводским штампом. То есть, не какая-то гаражная халтура. Выглядит мощно, уверенно. Думаю, что своих денег она стоит. Поскольку насадка по итогу мне понравилась, я оставлю номер телефона в описании, где я покупал ее. Вы когда будете звонить, задалбывать за эту насадку, не говорите, что я вам дам номер, потому что люди, я не думаю, что будут довольны. Итак, закончили начальную процедуру. Все обточено. Обточено, получается, красиво сразу. Остается шпатлевать только вот эти вот точечки глубокенькие от сварочных. Здесь, в принципе, под раптор шпатлевать нечего. Вставку надо пришпатлевать. Здесь шпатлевать нечего. То есть, шпатлевание будет вообще по минимуму. Я даже не думал, что так получится именно под шпатлевание. Блин, у нас что-то испортилась погода резко. Ну, то такое. Шлифовало все. На болгарке лепестковый круг. 150-е зерно. Шлифует пластик хорошо. Главное, не перегревать, чтобы не расклеился стык. Потому что это можно сделать благополучно. Поскольку у меня нет шлифовальной машинки эксцентриковой, делалось все вот так болгаркой. Получается даже быстрее, чем эксцентриком. Ну, конечно, не так аккуратно. Есть кое-где грубые такие заточки. Ну, то скажем так, раптор это все дело у нас нивелирует. Шпатлевать действительно по минимуму. Со второй стороной все тоже ух ты, блин, как дует. Со второй стороной все тоже хорошо. Получилось. Прям мне нравится. Из того, что остается сделать, это здесь обрезать молдинги, сварить их. А далее уже подготовка к покраске. Ой, сразу отвечу на такой вопрос, который по-любому уже кто-то себе задал. Сколько денег, сколько денег ты взял? Сколько стоит такая работа? Скажу так, такую работу нельзя оценить вот как типичную, к примеру, как какая-то покраска какого-либо одного элемента, когда ты знаешь точно сколько у тебя времени уйдет, сколько материала и так далее. Это творческая работа. Поэтому расценивать ее проще всего, исходя из количества потраченных дней плюс само собой материал. Поэтому если вы не знаете сколько вы точно дней потратите, оценивайте ее исходя из нормы часа, грубо говоря. Сколько у вас стоит норма час, сразу клиента предупреждайте, что работа будет к примеру делаться 4 дня, в день я хочу получать 500 долларов, 2000 баксов работа тебя устраивает, он говорит да, и вы начинаете делать. Плюс к этому само собой тянется материал. Примерно вот такие вот параметры, расчет от таких непонятных работ, потому что любая творческая работа она всегда непонятна, сколько она вытянет на себя времени и так далее. Я к примеру не рассчитывал, что я полтора расширителя буду делать 9,5 часов, ну вообще никак не рассчитывал. Вот такие дела, спасибо всем, что смотрели, задавайте свои вопросы в комментарии, обязательно пообщаемся в комментариях, всем удачи, пока!